Возможно, вам посчастливилось прочитать сказки «Тысяча и одна ночь», а может быть, вы слышали об ароматной жемчужине Магриба. Так или иначе, все это восходит к одной стране – Тунис. Эта маленькая страна – яркая звезда арабского мира. Тунис – мусульманская страна. Здесь переплетаются древние традиции и достижения современной жизни. Здесь Европа встречается с Африкой. Вот только еще более интересная вещь о Тунисе – это не его красота, а тунисские традиции. Об одной из них мы будем говорить сегодня. Прежде всего, нужно помнить, что Тунис – мусульманское государство. Поэтому сначала несколько слов о бороде и исламе в целом. Покажи мне свою бороду, и я скажу тебе, кто ты. Так говорят мусульмане. Длинные или подстриженные, натуральные или окрашенные, по религиозным мотивам или просто по моде, в арабском мире борода часто многое говорит о человеке, который ее носит. Борода для мусульман – это своего рода кот, который имеет социологический смысл. Он сообщает вам, с кем вы имеете дело еще до того, как вы начнете разговор. Да, кстати, порой некоторые веселые приятели мусульмане, когда гуляют с друзьями, делают ставку на то, кто за какой бородой прячется. В разных странах есть свои правила, касающиеся бороды. Например, в Египте стили бороды различаются в зависимости от религиозной принадлежности. Салафиты, которым необходима борода, носят очень длинные бороды, часто без усов. Некоторые красят ее хной. Цвет варьируется от темно-красного до оранжевого в честь пророка Мухаммеда. Довольно необычное явление. Далеко не каждый день увидишь на улице человека с красной бородой. В братьях-мусульманах с бородой дела обстоят более гибко. Каждый волен иметь бороду или не иметь ее. Те, у кого она есть, тщательно заботятся о ней, доводя до совершенства, так как считается, что борода демонстрирует лицо. Опять-таки принцип «покажи мне бороду, и я скажу тебе, кто ты» – можно сказать прямо дедуктивный метод Шерлока Холмса. В Пакистане нет жестких правил в отношении бороды, но мы, тем не менее, можем разделить бороды в этой стране на три типа. Есть бороды, которые носят религиозные люди. В этом случае длина может быть разной, но она не должна быть слишком короткой. Например, бороды, которые выглядят так, будто им всего три или четыре дня, недопустимы. Затем есть маленькие козлиные бородки, где владелец идет по средней линии между исламскими нормами и западной модой. Наконец, есть бороды, которые можно увидеть у модных молодых людей, живущих в больших городах. Среди них распространена французская борода, которая представляет собой очень аккуратно подстриженную бородку. А вот в Тунисе вы не можете носить бороду, если у вас нет усов. Носить бороду – это суннат или действие, которое считается желательным для исполнения. Однако держать бороду без усов против сунната, поскольку так человек якобы выглядит устрашающе. Один мусульманин разве сказал, в мусульманах с бородой, но без усов, можно увидеть людей, продвигающих терроризм по всему миру. Конечно, вовсе не обязательно, если человек с бородой, но без усов – террорист. Прежде всего, вы должны знать, кто такой Мухаммед. Согласно исламу, он не только посланник Бога, но и образец для подражания для всего человечества. Каждый последователь ислама должен следовать за Мухаммедом. Сунна, которая запрещает носить бороду без усов, означает путь пророка Мухаммеда. Все, что он делал в повседневной жизни – это сунна. Грубо говоря, все, что делал пророк – это правильно, и так нужно делать. То, чего он не делал, делать не нужно. Сюда же входит и ношение бороды без усов. Дело в том, что сам Мухаммед носил длинную бороду и маленькие тонкие усы. Согласно некоторым научным источникам, делал он это по следующей причине. Если вы держите длинные усы, пыль или частицы песка могут загрязнять ваши напитки или еду. А усы могут предотвратить подобные неприятные моменты. В некоторых странах нет определенных правил, касающихся бороды и усов. Однако Тунис решил сделать это правилом. Возможно, из-за религиозных соображений, а может быть, частично и из-за эстетичности. В разных странах разное правило, и в каждой из них есть свои особенности. Но в этом-то и вся прелесть.